К новостям спорта. Перед матчем седьмого тура казахстанской футбольной премьер-лиги Иртыш объявил о том, что Жерард Нос отстранен от должности главного тренера основной команды и в связи с процедурой досрочного расторжения трудового договора. На игру против Кайрата команду вывел его ассистент Дмитрий Кузнецов, работающий пока с приставкой ИО. Обычная смена тренера в определенной мере встряхивает команду, придает ей некий импульс. Футболистам Иртыша этого хватило, чтобы на 11 минуте открыть счет. Проход Ильи Калинина завершился передачей, которую уверенно замкнул румынский полузащитник полударского клуба Дору Попадюк. Это его второй мяч в сезоне, и пока он является лучшим снайпером Иртыша. Алматинцы, ведущие с основной борьбу за золото, не намеревались терять очки. К сожалению, полударцы не дотерпели до перерыва. На 45-й минуте защитные ряды хозяев поля позволили отличиться Андрею Варшавину. На перерыв соперники ушли при счете 1-1. На 48-й минуте Карл Спонсека вывел на ударную позицию Дору Попадюка. Увы, оформить дубль полузащитник Иртыша не смог. Как надо использовать шанс, через 15 минут показали гости. Все тот же Андрей Варшавин ювелирным пасом вывел Чуму Анене к воротам Иртыша. Форвард Кайрата оказался точен. В дальнейшем счет 2-1 в пользу Южан так и не изменился. Полударский клуб не может выиграть в пятом матче к ряду. В седьмом туре Астана нанесла поражение Таболу 1-0. Кайсары и Ардабасы сыграли между собой в ничью 0-0. Акжей и Шахтер также разделили очки ничья 1-1. В субботу, 5 мая, в восьмом туре Иртыш сыграет на выезде с Ардабасы. Мурат Пылможик, Незьгос Могулов и Эта Сахпарат.